Друзья, я рад вас приветствовать на канале Мехвод. Сегодня у меня для вас новиночка. Это новая разработка компании Россельмаш. Колесный трактор Россельмаш 2375. Мы его уже с вами рассматривали. Он был оснащен автопилотом в прошлый раз. А на этот раз трактор оснастили, смотрите, вот здесь позади расположено два бака. Здесь закачан жиженый природный газ. Каждый бак по 550 литров. Непривычно, да? Начали знакомство с техникой сзади. Ну, здесь давайте ее продолжим рассматривать. Что есть? Спарка, навеска трехточечная, тяговый брус, гидравлические розетки, светодиодная оптика, шарнира, сочлененная рама. Пойдем, покажу. Здесь у нас все без изменений. В тракторе только изменилась силовая установка, которая была переведена на жиженый природный газ. Под капотом этого трактора, под капотом расположился восьмицилиндровый V-образный двигатель, работающий на жиженом природном газе. Объем двигателя 11,8 литра. Двигатель называется RGK. Производство России. Мощность движка минимальная 360 лошадиных сил, максимальная 380 лошадей. Выдает этот движок. Работающий еще раз отмечу на жиженом природном газе. Коробка 12 вперед и 4 обратно. Смотрите, какой мощный монстр! Рост Селюмаш 2375. Показано, как он работает в поле. Обязательно оценим этот трактор. Выйдем в поле, посмотрим, как он там работает, но не сегодня. Сегодня мы только визуально познакомимся с этой новинкой. Вид с правой стороны. Впечатляет своими размерами. Посмотрите, стоит человек рядом. Человек не маленького роста, метра два. И колесо. Колесо чуть-чуть пониже. Вид с другой стороны на силовую установку. Еще раз отмечу, что этот двигатель собран в России. 8 цилиндров. V-образный движок. Почти что 12 литров. И мощность 380 лошадиных сил. И, конечно же, пойдемте знакомиться с рабочим местом механизатора. Какая здесь лестница. Она, конечно же, по природе не такая. Она немного скромней. Кстати, баки дизельные были убраны. Где раньше закачивался дизель. Туда установили другие баки. Чуть-чуть поменьше для сжиженного природного газа. Дверь полностью стеклянная. В металлическом корпусе. Место механизатора. Кабина, как я вижу, одноместная. Как по мне, вроде изменилась отделка сидений. Теперь она отделана черной тканью. Для этого была ткань светлая, если я не ошибаюсь. Сидушка оператора подрессорена. Регулируется вперед-назад. Регулируется уровень на полноспинке. И есть два подлокотника. Слева-справа. Здесь же мы видим кнопочку регулировки вверх-вниз. Она у нас еще и на пневмо не подрессорена, а на пневмоподушке. Видите, современный иролационный трактор. Вид на рабочее место. Ублевая колонка у нас регулируется от полу наклона и вылет. Вылет мы регулируем вот этой крутилкой, а угол наклона здесь регулируется. Кнопки включения дворника, включения света, включения зажигания, педали. Экран бортового компьютера управлять газовой установкой. Здесь у нас клавиши. Тоже переключать баки, по всей видимости. Бортовой компьютер, то есть же экран-монитор бортового компьютера всего трактора. Дальше в кратолке у нас пульт управления климатом. Есть кондиционер, отопитель, куча дефлекторов. И обратите внимание, какая здесь крыша мягонькая, шумопоглощающая. Кабина полностью остеклена. Обзорность у нас 360 градусов. Все видно довольно-таки доступно. Вокруг трактора я вижу обстановку полностью. Плюс есть еще и зеркала слева, справа. Шторки солнцезащитные. Можем закрыться и двигаться вот так со шторкой. Рулевая колонка регулируется по углу наклона. Вверх-вниз. Управление дворниками. Управление светом. Замок зажигания. Управление трансмиссией. 12 передач вперед. 4 передачи назад. Управление навеской. Управление гидравликой. Все начищено, наполировано. Все блестит. Ах, приятно посмотреть. Есть прикуриватель. Не муляж, а настоящий. Также 3 розетки на 12 вольт. Раз, два, три. Плюс еще есть 2 USB порта. То есть, гаджет свой подзарить в этом тракторе можно, да? И что стоит отметить сразу же. Ростельмаш 2375 перевели на газ. Всем интересно, насколько машина подорожала. Говорю, на 5,5 миллионов плюс к дизельной версии. С дизельным двигателем такой трактор стоит летом в районе 20 миллионов рублей. Но это не точно. Это я посмотрел. Это моя информация. Это не информация от производителя данных тракторов. Еще узнал у менеджеров. Говорю, а сколько окупаемость вот этой вот разницы, за сколько она окупается? 5,5 миллионов рублей. Сказал, что в среднем на топливе мы экономим, сэкономим. За 2 года эти деньги мы сэкономим. И трактор будет работать в полном объеме. На этом, друзья, у меня все. Вот такой вот интересный гость на канале Мехвод. Это трактор Ростельмаш 2375. Теперь ухожу в комментариях отвечать на ваши вопросы. До новых встреч.